шаббат шалом дорогие ребята с вами ванесса и вся наша команда мы ждем вас каждую субботу в эфире чтобы вместе с вами поговорить о нашем замечательном творце который подарил нам субботу как день отдыха и радости но прежде чем начнем давайте мы помолимся вместе дорогой господь мы благословяем твое святое имя и благодарим тебя за этот день за нашу жизнь и за этот шаббат благослови нас и простри над нами твой покров и твой шалом аминь шаббат шалом дорогие ребята с вами женя и мы продолжаем наше путешествие по египту девять казни были посланы всевышним на египет а жестокое и злое сердце фараона никак не смирялась перед всемогущим богом знаете ребята все дело в том что фараон считал себя всемогущим правителем и не считал нужным верить и поклоняться богу вот поэтому сошла еще одна беда на египет еще одна казнь которая была страшнее всех предыдущих казней маша пришел к фараону и сказал так говорит господь в полночь пройдет по всей земле египетской ангел губитель и умрет каждый первенец в богатых семьях в бедных первенец в доме фараона а народ израильский будет защищен и ничего с ним не случится господь покажет различия между египтянами и израильтянами как вы думаете ребята фараон услышал испугался конечно же нет его сердце оставалось жестоким и упорным тем временем маше и аарон готовили народ к исходу возьмите себе каждое семейство по агнцу агнца вечером нужно заколоть и кровью его помазать косяки дверей и перекладины агнца или барашка нужно испечь и съесть говорили народу маше и аарон в полночь по всей земле пройдет ангел губитель кровь на ваших дверях будет для него знамением и он пройдет мимо ваших домов все остальное земля египта будет поражена народ был послушен на шее богу все сделали как нужно все израильтяне были обуты и одеты все было готово пресный хлеб горькие травы и испеченный агнец помазаны косяки дверей и тут наступила ночь ангел господень прошел по всей земле египетской в каждом доме египтян раздался плач по дворце фараона также умер первенец фараон позвал маше и аарона и сказал чтобы те уводили израильский народ из египта сколько было радости и ликования мы теперь свободны обнимали друг друга израильтяне и поспешно покидали египет они уходили в пустыню ни днем ни ночью не покидал их господь бог вел их днем столпом оплачным указывая путь а ночью столпом огненным освещая путь дабы идти им и днем и ночью говорит нам об этом библия так дошли они до черного моря и раскинули шатры чтобы немного передохнуть а что же в это время происходит в египте египте передумали отпускать израильтян кто теперь будет работать когда все рабы ушли фараон быстро собирает войско и мчится на колесницах за израильтянами израильтяне услышали шум колесниц и испугались что же теперь будет мы все умрем кричали они на маше мы в западне с одной стороны войско фараона с другой стороны моря что же нам делать маше ответил народу не бойтесь будьте спокойны и бог явит свою силу шаббат шалом дорогие ребята с вами тимофей давайте продолжим господь сказал моисею простри свой жезл на воды моря ваша таки сделал подбул сильные восточные ветер и разделил море воды моря и поднялись как две огромные стены а по своей дине сухое дно как дорога израильский народ пошел по моря на другой берег за ними бросились египтяне столб обычный шел между египетским войском и израильским народом чтобы быть мраком для египтян и светом для израильтян когда египтяне достигли середины моря у колесниц стали отваливаться колеса и египтяне еле тянули колесницы не было больше сил в нас за евреями они решили бежать обратно но в это время израильский народ уже перешел море когда последние евреи вышли на суше бог сказал маша и прострел руку твою на море когда маша прострел руку свою на море воды моря сошлись и утонули все египтяне своими колесницами библия нам говорит и не осталось никого народ рискальский видя это убоялся господа поверили господу и воспели песню хвалы за чудесное освобождение из рабства надеюсь ребята вам понравилась эта история это настоящая история невыдуманная все это было на самом деле наш бог сильный воин и нам с вами ничего не нужно бояться все что нужно это верить ему и быть послушным его слову в следующую субботу мы продолжим наше путешествие всем хорошей субботы ребята до новых встреч шаббат шалом дорогие ребята и с вами давид мы услышали с вами сегодня какой замечательный и сильный наш бог в бритха даша или в новом завете написано не оставлю тебя и не покинуть тебя чудеса которые бог творил во времена маша он творит и сейчас из рассказа жене мне очень понравилось место где столб облачный днем и столб огненный ночью указывал путь я решил найти это место в библии ребята что же я увидел вау в книге шмот в 13 главе в 21 стихе господь же шел перед ними днем в столбе облачном показывая им путь а ночью в столбе огненным светяем дабы идти им и днем и ночью не отлучался столб облачный днем и столб облачный ночью от лица народа это был сам господь вы только представьте себе сам господь был среди народа израильского в новом завете или в бритха даша первом послании коринфянам мы находим такие стихи братья я хочу чтобы вы знали что все наши предки были под тенью облака они все безопасно пересекли море все они были погружены в облако и в море как в последователе моисея все они питались одной и той же духовной пищей и все они пили один и тот же духовный напиток ибо пили они из духовной скалы сопровождающий их и скала это было христос вот это да ребята другими словами и шо сопровождал израильский народ в пустыне охраняя его и оберегая и шо машиах был с нами всегда во все времена я повторю ребята вам стих написанный в книге к евреям не оставлю тебя и не покину тебя запомните это ребята наш спаситель и шо никогда вас не оставит и не покинет читайте слово божье наполняйте с ним каждый день и ваша жизнь будет в безопасности и так ребята сейчас я бы хотел вам показать наглядный пример как нас защищает писанием от всякого рода испытаний мы берем обмакиваем гривну и поджигаем и смотрите ребята купюра не сгорела вот точно так же и нас защищает писание когда мы углубляемся в него и становимся пропитанными словом будьте благословены шаббат шалом шалом друзья меня зовут надя и сегодня мы будем делать вот такую вот поделку как маши раздвигает красное море для этого нам понадобится и линейка карандаш клей ножницы вот такой вот вот такая вот бумага и вот такой вот картон вот такой вот вот такая вот картинка маши и в такие вот маркеры для начала мы чертим простым карандашом вот посередине вот тут вот линию теперь делаем линии вот тут вот вот это вот чтобы сделать волны для моря и теперь вначале по вот этой вот линии мы разрежем на две части я разрезала это на две части а теперь мы это вырезаем по линиям и не доходя до конца чтобы было вот так у меня получилось получились вот такие вот волны теперь мы вот так вот закручиваем нам надо для этого клей и краешку приклеиваем у меня вот так вот получилось приклеить теперь мы берем силуэт машин и раскрашиваем маркерами вот такой вот машин у меня получился теперь мы его вырезаем по контуру и внизу оставляем место загинаем и потом будем приклеивать я вот так вот вырезала теперь я загинаю клей мажу сюда клей и приклеиваю вот такая вот поделка у нас получилось скидывайте свои поделки в группу вайбере всем пока пока шаббат шалом ребята с вами сегодня я эмиль и ваша любимая викторина как мы обещали сегодня мы будем награждать победителя наши викторины барабанная дробь вот такой вот красивый вкусный тортик но получает у нас его и получают у нас его артур поздравляем тебя но также еще я хочу отметить одного участника который шел в ногу в ногу с победителем его ты молодец мы поздравляем тебя всей командой и дарим вот эти вкусные конфетки поздравляем ну а теперь наши вопросы первый вопрос сколько казнь было в египте 9 ни одной это были чудеса 10 второй вопрос что нужно было сделать чтобы ангел смерти прошел мимо съесть барашка запрятаться в доме помазать косяки кровью аганса третий вопрос как называлось море через которое перешел израильский народ мертвое море азовское море или черное море и четвертый последний вопрос что случилось египетским войском погнашимся за народом израиля они убежали обратно в египет все утонули в море перешли море и продолжали переследовать израильтян ну все на этом наша викторина закончилась если тебе понравилось то не забудь поставить ему лайк и я жду твои ответы на свайбере ну все пока наши дорогие друзья вот и подошел к концу наш субботний выпуск ждем ваших комментариев ставьте нам лайки и отправляйте обязательно фото и видео подделок на вайбер со следующей недели будет объявлен очередной конкурс не пропустите это будет очень интересно но это будет на следующей неделе поэтому шаббат шалом и до скорой встречи субтитры сделал DimaTorzok